Гараж, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для чего человеку на духовном пути нужен духовный учитель, ну или, как принято говорить, гуру сейчас? Многие люди считают, что совершенства жизни можно достичь самостоятельно. И как вот отличить истинного гуру от шарлатана? Сейчас же много обмана. Учитель нам нужен практически во всем, во всяком деле. Даже для того, чтобы научиться хорошо играть в теннис, что гораздо более легкая задача, чем достичь совершенства в жизни, во всех отношениях. Человеку нужен тренер, который покажет нам. И, может быть, до чего-то мы можем дойти сами, но, во-первых, если мы будем до всего доходить сами, то мы потратим очень много времени напрасно. А, во-вторых, мы все равно не достигнем совершенства, потому что, если человек уже прошел этот путь, он может очень легко показать нам какие-то моменты, которые мы, в общем-то, либо найдем в течение очень долгих поисков, в результате долгих поисков, проб и ошибок, либо не найдем вообще никогда. Для того, чтобы достичь совершенства в любом деле, человеку нужен учитель. Взять другой пример – музыка. Может человек сам в совершенстве научиться играть на фиртопиано. Может быть, он научится играть, если у него есть хорошие способности, одаренность и все остальное, но, тем не менее, чтобы по-настоящему хорошо учиться, ему нужен учитель. Чтобы стать хорошим шахматистом, человеку нужен тренер. Самые великие шахматисты, чемпионы мира тренируются. Самые великие пианисты – у них есть учителя, которые показывают им и смотрят на какие-то ошибки, которые они делают. И духовная наука позволяет человеку достичь совершенства в очень тонкой сфере. Чем тоньше сфера, тем больше необходимость учителя, у которого есть опыт. Соответственно, как отличить шарлатана от настоящего учителя? Очень просто. Священное Писание говорят, что у настоящего духовного учителя есть три основных качества. Первое качество – он говорит не от себя, а он знает логику Священного Писания, объясняет Священное Писание так, что оно становится понятным другим. Он способен рассеять сомнения у других. И он опирается не просто на свои собственные домыслы, и отправной точкой всех его рассуждений, объяснений, всей науки, которую он учит. Это Священное Писание. В традициях практически всех народов мира есть откровения. Откровения, полученные святыми людьми. И эти откровения составляют Священное Писание. В иудейской традиции или в иудеохристианской традиции – это, естественно, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет. У мусульман – это Коран. В индуизме – это Веды. Веды – это огромный корпус Писаний. И главное, что требуется от духовного учителя – это знать самую суть Писания и понимать логику. Наш ум склонен так или иначе создавать различные сомнения, особенно в таких сложных вопросах, как вопрос о существовании Бога, о природе Бога, о наших отношениях с Богом. Поэтому первые качества духовного учителя – он должен знать Писание. И знать их не просто отрывочно, потому что часто люди цитируют какие-то кусочки Священных Писаний оттуда, отсюда. Духовный учитель должен знать целостную взаимосвязанную систему, которая находится в Священном Писании, так, чтобы человек мог получить от него эту взаимосвязанную, логически непротиворечивую систему мировоззрения и с помощью нее посмотреть на мир. Второе качество духовного учителя не менее важно, может быть, более важно. У него должен быть живой духовный опыт, опыт соприкосновения с Богом. Разумеется, это второе качество, его сложнее определить в человеке. Если знание Священного Писания, ну, можно определить достаточно легко, в конце концов, есть тексты, есть книги, и всегда можно понять, понимает человек, о чем он говорит или нет, и насколько логично он представляет все это. Второе качество, как можно проверить, есть у человека опыт соприкосновения с духовным миром, с Духом. Поэтому, но, тем не менее, это качество очень существенно, потому что, имея живой опыт, я могу этот живой опыт другому человеку передать. Опыт духовного счастья. Если у меня нет опыта духовного счастья, я никого не сделаю счастливым. И человек будет уныло цитировать Священные Писания, но при этом не становиться счастливым. Тогда как цель духовной практики – это огромное внутреннее духовное счастье и духовный подъем. Поэтому духовный учитель обязательно должен обладать этим. Чтобы проверить, чтобы у нас были объективные критерии, потому что, в конце концов, ну, можно до какой-то степени сымитировать счастье, можно ходить и улыбаться, как говорят в Америке, keep smiling. Или в разных школах учат этому позитивному мышлению, когда человек все время держит приклеенную улыбку. Есть третий критерий, очень важный, который, собственно, является дополнением ко второму критерию. Человек должен не зависеть от каких-то низменных страстей и своей низменной природы, от гнева, от вожделения, от жадности. И эти вещи уже очень легко увидеть, потому что опыт духовного счастья делает человека свободным от рабства страстей, от рабства низменных инстинктов. И если человек, в общем-то, не проявляет гнева без особой необходимости на то, если человек свободен от жадности и вожделения, то это значит, что у него есть опыт духовного счастья, и значит, что он истинный духовный учитель. Поэтому в ведах подчеркивается, что прежде чем принимать духовного учителя, учитель должен испытать своего ученика, ученик должен испытать учителя. Ни в коем случае нельзя делать это сразу, с закрытыми глазами, нельзя делать это слепо, нельзя делать это потому, что все вокруг это делают. Человек должен сам с помощью своего разума и с помощью указаний шастер проверить своего будущего учителя. А как Вы считаете, что заставляет людей обманываться и вести какие-то уловки, лжи, гуру? Очень просто. Мы хотим быть обмануты. И большая часть людей, которых обманывают здесь, их обманывают только потому, что они сами обманщики в каком-то смысле. А если человеку подсовывают, например, большие деньги на улице или покупают его еще на какие-то вещи, и человек покупается на это, и очень часто все мошенничество начинается с того, что человеку что-то обещают. И человек ведется на это. А ведется почему? Потому что он хочет в каком смысле быть обманутым. То есть у него есть эта склонность к обману самого. Точно так же и в духовной жизни. В духовной жизни главное пообещать побольше и попросить поменьше цену за все это. И все, человек ваш. Но в общем-то это проявление склонности к обману, который живет в моем собственном сердце, если я ведусь на все это. Если человек не обманщик сам, то тогда он будет понимать, что чтобы достичь чего-то, я должен заплатить цену, и эта цена не будет просто какой-то поверхностной. Обычно лже-духовные учителя говорят, иди за мной, и все тебе будет гарантировано. Ничего не нужно, делать ничего не нужно, плати мне деньги, и все будет хорошо. Но настоящий духовный учитель всегда говорит, что на самом деле ответственность лежит на ученике. Он никогда не принимает всю полноту ответственности на самого себя. Его ответственность ограничивается тем, что он дает ему знания, ведет его. Но делать человек должен сам. К сожалению, сейчас люди очень... Ну, хотят въехать в рай на чужой спине. Спасибо вам, Махараш. Спасибо.